Проводить соревнования такого уровня спорткомплекс Абакан заслужил. Масштабы бассейна и электронная система оценки выступления плавцов позволяют проводить у нас столь значимые состязания. В Сибирском федеральном округе только бассейн Омска может составить нам конкуренцию. Но выбирая место для чемпионата, Всероссийская Федерация плавания смотрит не только на технические характеристики объекта. Комфортно, удобно. И самое главное то, что люди принимают здесь радушно, приветливо. Поэтому всегда приятно там, где принимают хорошо. Чемпионаты первенства Сибири по плаванию будет длиться 4 дня. За это время более 300 спортсменов выступят в 6 плавательных дисциплинах. В составах делегаций есть как юные, так и опытные пловцы, чемпионы мира и Европы. Александр Клюкин из Новосибирска завоевал золото на чемпионате Европы в декабре 2015 года. Но своим результатом в Абакане остался не очень доволен. Это тренировка. Не важно, как я тут плыву. Сейчас все направление идет по Олимпиаде. Подготовка. То есть эти соревнования не так важны. Отработаем силу, технику, все оттачивать будем. Соревнования в Абакане – это отборочный этап на чемпионат и первенство России. По итогам российского уровня будет сформирована сборная страны для участия в летних Олимпийских играх в 2016 году. И у сибиряков есть все шансы попасть в Рио-де-Жанейро. У нас много ребят, кто могут отбираться и с Новосибирска, и с Алтайского края, и с Омска ребята. То есть такие ведущие регионы, где плавание традиционно развито. Есть претенденты, но я не буду отзвучивать фамилии, наверное, прежде времени. Каждый регион надеется, что их спортсмен попадет на фамилийские игры. К путеву, к сожалению, мало разыгрывается. По итогам первого дня соревнований лучшими стали спортсмены из Новосибирской области. Олеся Калиниченко, Станислав Колченаев, Вести, Хакасия.